МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Итоги недели. Я Владимир Добрицкий и мои коллеги. Расскажем о самых важных событиях на Дону в подробностях. Смотрите прямо сейчас. То зной, то гроза. Одна из наиболее пострадавших – улица Каяльская. Непогода стала причиной крупной коммунальной аварии в Южной столице. Задача – сохранить стабильную ситуацию, в том числе на рынке труда. Нехватку рабочих рук на заводах и другие вопросы обсудили на выездном совещании в Таганроге. После завершения реставрации будет организована выставка в Русском музее. Ведущие сотрудники Русского музея произвели осмотр экспонатов Таганрогского художественного музея, пострадавшего от теракта. В регионе продолжается реформа здравоохранения. Проблем очень много. Главное из них – это уровень заработных плат. Председатель ЗАГСобрания Александр Ищенко узнал о насущных вопросах Милеровской районной больницы. Моя беременность протекала хорошо. Мы не ожидали, что это будет тройня. Из областного перинатального центра выписали сразу две тройни. Комфортными должны быть не только квартиры, но и вся инфраструктура. Я обещаю, что с каждым месяцем будет уже становиться интереснее и интереснее. Губернатор Василий Голубев посетил стройплощадки крупных проектов в Ростове-на-Дону. Шью для наших ребят в госпитале и на передовую множество необходимых вещей. Азовские активисты волонтерского движения «Рука помощи Донбассу» продолжают активно помогать фронту. Завершить жатву и увеличить портовые мощности. Две недели назад мы изучали мощности Уздонецкого порта. Сейчас мы смотрим Волгодонской порт. Ростовская область держит первенство по экспорту сельхозпродукции. Грань между реализмом и импрессионизмом. По всей стране открываются памятники, посвященные истории русской культуры. Донской скульптор Дмитрий Серебряков создает объемные работы со множеством элементов. Я рассчитывался, чтобы на золото, прям уверенно, чтобы... Ростовский каратист Данил Веричев завоевал высшие награды в личном и командном первенстве на летних играх в Сурдлимпийцев. И вновь погода стала одной из главных тем для обсуждения среди дончан на этой неделе. Аномальная жара накрыла Ростовскую область. Температура воздуха в регионе поднялась выше нормы. Временами достигала 40 градусов и выше. Я даже скажу, что здесь жарче, чем в Крыму, на пару градусов так точно, потому что я только вчера приехала из Крыма и не ожидала, что в Ростове будет равносильно жарко, а то и больше. Ну, я считаю, что это наша погода ростовская. Лето для того, чтобы было жарко. Мне проще, когда жарко, чем когда летом плюс 12, плюс 14. Бывало у нас и такое. Спасаются дончане от жары разными способами. Например, мороженым и холодной водой. А кто-то и вовсе старается не выходить из дома без необходимости, призывая на помощь кондиционер. По данным синоптиков, такая погода в регионе продержится ближайшие две недели. Прохладу специалисты обещают только ближе к концу сентября. Медики советуют пить много жидкости, компоты, морсы, обычную воду и избегать газированных напитков. На улице с собой желательно иметь головной убор. А в четверг Донскую столицу накрыл ливень с грозой. Особенно пострадал пролетарский район города. Здесь повалило деревья, затопило дома и произошла авария на магистральном водоводе. Валерия Жукова продолжит. В 4 утра многие ростовчане проснулись под шум ливня, грозы и града. А в некоторые дома в окна даже полетели камни. Но причиной этого стали непогодные условия. Произошел порыв магистрального водовода. Одна из наиболее пострадавших – улица Каяльская. Здесь размыло несколько переулков. Также сейчас на месте порыва работают коммунальные службы. Из трубы вырезали поврежденный кусок, чтобы в дальнейшем варить недостающую часть. По словам специалистов, порыв водовода произошел из-за перепадов электроэнергии. Фонтан холодной воды поднялся на несколько метров выше домов и мощным потоком смыл все на своем пути. Вода пошла вот так, низко, 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 низко. Вот сюда вот на дом. Потом в итоге она пошла как-то вот так вот. Этот столб метров 20 тут был. Вот этот вот оборвало провода, вон там газовую трубу. Я думала, что это передавали же грузы, что это какой-то смерч на нас налетел. Потому что по стеклам вода вот так вот прям лилась. Я не поняла вообще, что происходит. Я вышла на улицу, увидела, что облако какое-то темное. Даже не было сначала понятно, что это вода. Задевала провода, провода искрыть стали. Вот повалила забор. Там у нас дальше повалила забор и размыла яму где-то по пояс. В общем, чуть собака не утонула. Поток воды был такой силы, что повалил деревья на газовую трубу, а также опорвал электропровода. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Лагвиненко в своем телеграм-канале сообщил, что специалисты восстанавливают линию электропередач, а также поврежденные участки наземного газопровода. Кроме этого, городские власти пообещали, проблем с водоснабжением не будет. Оно работает по резервной схеме. Специалисты Ростовского водоканала принимают необходимые оперативные меры. Ранним утром были плавно перезапущены водопроводные насосные станции, чтобы не допустить дальнейших аварийных ситуаций. Кроме того, продолжаются восстановительные работы на водоводе крупного диаметра, который транспортирует Донскую воду из реки на Александровские очистные сооружения. В настоящее время используется резервная схема, и нештатная ситуация не влияет на водоснабжение города. Для ликвидации аварии были задействованы 4 бригады и 9 единиц техники Ростовского водоканала. Валерия Жукова, Святослав Шашков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ливень с грозой не обошел стороной Ростов и сегодня ночью. А в Батайске дома жителей затапливает даже при небольшом дожде. Первоочередные меры по созданию системы отвода сточных вод обсудили на выездном заседании Комитета законодательного собрания по строительству. К какому решению пришли, узнали наши корреспонденты. В этой небольшой экватории находятся городские насосы, и сейчас они не справляются с работой. Все потому, что, как говорят специалисты, за несколько десятков лет тут образовалось огромное количество ила на дне. Нет системы для очищения вод, которые попадают сюда из ливневок и даже канализации. Сейчас работает 4 насоса, откачивающие жидкость. Но мощности не хватает. В мае этого года батайчане столкнулись с сильными затяжными дождями. Дворы оказались затоплены. Решение этой проблемы обсудили на выездном заседании Комитета по строительству, посвященном вопросам водоотведения и водопонижения на территории города Батайска. Существующие каналы расчистить и привести их в нормативное состояние и добиться того, чтобы хотя бы они на все 100% выполняли свою функцию. И мы понимаем, сколько нужно денег для того, чтобы создать систему геомониторинга грунтовых вод и для того, чтобы разработать схему, новую схему для у него канализации. В заседании приняли участие представители областного правительства, властей Батайска, депутаты законодательного собрания и Государственной думы. Участники отметили, решение такой проблемы требует финансирования. Не только из городского и регионального бюджетов, но и федерального. В первую очередь, что мы делаем? То есть мы готовим обращение на губернатора. Мы непосредственно сближаем позицию всех министерств. В том числе, потому что мы понимаем, у каждого есть свои задачи. А непосредственно нам, жители, делегируют ту задачу, которую необходимо решать. Первоочередная задача – продолжить анализ ливневой системы и ее очистка в планах строительства новой. Если удастся найти пути решения, то Батайск может стать пилотным в избавлении от подобной проблемы. Ведь это не единственный город России, который из года в год потапливает из-за осадков или высоких грунтовых вод. Виктория Слепченко, Роман Беркалиев, Дон-24, Батайск. Обозначить проблему и найти пути ее решения – главная цель рабочей поездки в Таганрог губернатора Василия Голубева на этой неделе. Глава региона посетил строящийся завод по производству сельскохозяйственной техники. На фоне роста и модернизации предприятие испытывает дефицит профильных кадров. Александра Дурановская узнала о том, как планирует привлечь в профессию свежие силы. Уже очень долго, уже месяцев пять. Но я найду ее. В том, что Таганрожис найдет работу, сомнений не возникает. Обновленный центр занятости в Приморском городе предоставляет для этого все возможности. Это и цифровые сервисы, и множество опций для разных жизненных ситуаций. После модернизации, по словам работников учреждения, девять из десяти обратившихся получают долгожданную запись в трудовой книжке. Помогает с кадрами центры строящемуся заводу по производству сельхозтехники. Его посетил губернатор Василий Голубев во время рабочей поездки. Таким производствам нужно помогать, потребность в людях, очевидно, есть. Ну и, собственно говоря, мы должны поддерживать, чтобы максимально быстро поступить работать эти новые производства. Детей набираем, часть из них обучаем в Ростове. Но, несмотря на перспективы развития и зарплату выше средней, на заводе острая нехватка кадров. На сегодня набрано около 300 работников. Когда при полной загрузке в 25-м году их будет необходимо в пять раз больше. Как решить проблему с кадровым голодом в регионе, обсудили на экспертной площадке. Задача сохранить стабильную ситуацию, в том числе на рынке труда. Задача решать вопросы по росту заработной платы в самых разных отраслях. Поэтому сегодня нужны иногда нестандартные, важные, интересные решения. Такие решения и предлагали эксперты. Часть из них касалась подготовки специалистов дефицитных профессий. Основная наша проблема и наша боль – это нехватка квалифицированных кадров, производственных рабочих. Это токарь, фрезеровщик, станочники. Мы хотели бы, чтобы обратили внимание именно на СПО и на увеличение квот средних специальностей, тех, о которых я говорю. Помочь тем, кто только начинает свой путь в профессии, предложила зампредседателя областного парламента Светлана Монанкина. Она рассказала о разработке нового областного закона, который включает в себя три направления. Поддержка студентов-целевиков, подъемные, которые можно будет получить при первом трудоустройстве, и дополнительная помощь. Это ежемесячная доплата для молодого работника в течение трех лет, пока он не получит опыт и не сможет претендовать на многообразие надбавок, которые у нас есть сейчас в бюджетной сфере. Такая инициатива поможет преодолеть нехватку специалистов, медиков и педагогов в отдаленных сельских районах, отметил Василий Голубев. По его поручению, все предложения будут проработаны в ближайшее время. Александра Друновская, Алексей Покатило, Дон-24, Таганрог. Помогают Таганрогу сейчас и реставраторы Русского музея Санкт-Петербурга. Специалисты завершили осмотр картин пострадавших от террористической атаки на Приморский город 28 июля. Сколько времени потребуется на восстановление поврежденных экспонатов художественного музея, узнала Яна Панферова. Художественные ценности Таганрогского музея, пострадавшие во время теракта, переданы в надежные руки. Экспонаты отправятся на реставрацию в Санкт-Петербург. Специалисты Русского музея уже провели обследование поврежденных предметов искусства, оценили ущерб и произвели необходимые консервационные работы. В день происшествия в здании музея находилось 120 предметов. Проверка выявила 22 поврежденных экспоната. Это прорывы на тыльной стороне, это многочисленные отверстия, да, от стекла, от обломков конструкций. На вид, это очень сложно. Ну вот Марат Равильевич за день кропотливой работы аккуратно к стену шил весь этот прорыв, укрепил его, законсервировал. В середине августа ценности перевезут в Северную столицу. Представители обоих музеев уже обсудили детали транспортировки и реставрации. Слава богу, картины пострадали, но не настолько, чтобы хоть одна из них ушла в небытие. Поэтому все картины можно восстановить, все можно отреставрировать, в том числе и памятник. На момент попадания обломков ракеты в здание музея экспонировалась любимая ценителями искусства и гостями музея выставка «Золотые имена Серебряного века». Среди экспонатов особенно выделялись признанные шедевры Коровина, Рериха, Блонской и графические работы Серова. Очень сложно реставрировать графические работы, три из которых сейчас уезжают в Санкт-Петербург. Но мы бесконечно благодарны нашим коллегам из Санкт-Петербурга, которые приехали к нам очень оперативно и быстро. Кстати, русский музей сам выступил с инициативой реставрации. Его поддержало Министерство культуры Российской Федерации. После завершения реставрации будет организована выставка в Русском музее спасенных шедевров мировой художественной и русской живописи. А в дальнейшем вернутся эти полотна в родной Таганрухский художественный музей. И мы сделаем эту выставку здесь. Санкт-Петербургские реставраторы говорят, что на восстановление потребуется около года. Яна Панферова, ДОН, 24, Ростов-на-Дону. И к другим темам. Сегодня на Дону начинается активный этап предвыборной агитации в средствах массовой информации. Ровно за 28 дней до даты голосования. Все зарегистрированные партии и кандидаты в депутаты законодательного собрания региона смогут напрямую обратиться к своим избирателям. Формируют ощущение причастности, принадлежности. И придя на избирательный участок в день голосования, человек скажет, а я его знаю. Это мой кандидат, и я буду голосовать за него. А в итоге это влияет на конечные результаты выборов, на их легитимность. Дебаты будут проходить в эфирах теле- и радиоканалов ДОН-24 и ДОН-ТР. Первая половина эфира отдается политическим объединениям, вторая распределяется между зарегистрированными кандидатами-одномандатниками. График очередности выпуска агитационных роликов и выступлений утвержден областным избиркомом. О том, какие еще события произошли в Ростовской области на уходящей неделе, расскажем в нашем дайджесте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запреты и ограничения для сотрудников, в том числе и при проведении торгов. Главу региона интересовало взаимодействие министерства с администрациями городов и районов области. По мнению Василия Голубева, необходимо активнее разъяснять значение новых законов о земельных отношениях. Веры контроля, которые реализуются, которые принимаются на федеральном и региональном уровне, и у вас, они должны полностью и точно выполняться. Значит, нужно продолжить работу по методологической и практической помощи муниципалитетам. Муниципалитетам нужно активнее задавать вопросы, если возникают нюансы. Губернатор рекомендовал министерству организовать работу в территориях и помощь в случае возникновения вопросов. Василий Голубев подчеркнул, деятельность в сфере имущественных отношений должна быть максимально прозрачной, чтобы исключить малейшие коррупционные риски. Вопросы кибергигиены в интернете среди молодого поколения обсудили на брифинге по цифровой безопасности. Так, по словам Министерства цифрового развития региона Евгения Полуянова, уже сейчас нужно учить школьников пользоваться интернетом без риска потерять данные. Для этого в рамках Всероссийского образовательного проекта проводят специальные уроки информатики. На них ученикам рассказывают, как пользоваться цифровыми технологиями в современном мире и какую информацию о себе не стоит размещать в интернете. Эта работа будет продолжаться и усиливаться, поскольку у нас достаточно много вузов и не просто вузов, а вузов, которые обучают именно по специальности кибербезопасности. Эту работу мы будем развивать. Для предотвращения киберпреступлений региональное управление МВД создало управление по борьбе с противоправным использованием информационных и коммуникационных технологий. Добавлю, что по итогам прошлого учебного года Ростовская область включена в число номинантов на награждение образовательного проекта «Урок цифры». Юный дончанин отправится в экспедицию на Северный полюс. Учащийся лицея номер 56 Южной столицы Евгений Ковалев оказался в числе победителей всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний». Научно-образовательная экспедиция пройдет по маршруту от Мурманска к Северному полюсу и обратно. 11-классник отправится с флагом Ростовской области в 10-дневный рейс в Арктику на одном из самых больших атомных ледоколов в мире. 50 лет победы. Отбор проходил в пять этапов. Евгений Ковалев удачно прошел все их, и теперь у школьника появилась уникальная возможность пообщаться с лучшими экспертами из различных областей науки и техники, творческих профессий, а также побывать на Северном полюсе. Что волнует медиков и каковы промежуточные итоги реформы здравоохранения? Председатель ЗАГСобрания области Александр Ищенко в рамках рабочей поездки пообщался с медперсоналом и пациентами Миллеровской районной больницы. Подробности в нашем репортаже. Все нравится, разговариваем обо всем, но только у нас мало врачей в поликлинике, нам бы врачей побольше. И вот, опять же скажу, калорифируя, жарко нам, мы мокрые, окна открыть не можем, потому что летят комары. Чего, по мнению людей, не хватает в клиниках области, как улучшить их пребывание здесь? Об этом и многом другом председатель Донского ЗАГСобрания Александр Ищенко поговорил с пациентами и медиками Миллеровской больницы. Основная задача парламентариев – узнать, что волнует наших врачей, какие есть промежуточные итоги реформы здравоохранения, в ходе которой все муниципальные учреждения перешли на областной уровень. Проблем очень много. Главное из них – это уровень заработных плат наших врачей, медицинских сестер, всех тех, кто работает в системе здравоохранения. Мы готовим предложения и в адрес губернатора, и в адрес федерального центра по изменению подходов к финансированию оплаты труда врачей. Как отметил Александр Ищенко, также есть инициатива отрегулировать систему обеспечения сельских поселений лекарствами и медоборудованием, а также создать передвижные аптечные пункты. Также в планах обратиться к губернатору Василию Голубеву с предложением возвести модульное здание инфекционного отделения и скорой помощи в Миллеровской районной больнице. Важно, чтобы в Миллерово был современный, полностью оборудованный медицинский центр с возможностью оказания многопрофильных медицинских услуг населению. Доступная и качественная медицинская помощь – главная цель реформы здравоохранения региона. С начала года 133 медучреждения переданы в государственную собственность. Все предложения по улучшению системы озвучат на экспертной площадке, которую проведет глава региона в Миллеровском районе. Анна Бросимова, Роман Беркалеев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Врач из Новочеркасска Борис Гуркин номинирован на общественную премию «Народное признание» за помощь жителям новых территорий и российским бойцам. На его счету 6 выездов к линии фронта и почти 500 сложнейших операций. Борис Евгеньевич уже сегодня готовится к следующим гуманитарным миссиям. Наш корреспондент Маргарита Аликулова узнала больше о нелегкой работе медика на передовой. Даже если вы себя хорошо чувствуете, вам нужно это обязательно сделать после нашей выписки. Вот так чутко и внимательно главный врач больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска опрашивает пациентов во время утреннего обхода. Женщины готовятся к выписке и получают заключительные рекомендации. А чуть больше недели назад Борис Евгеньевич Гуркин был совсем в другой обстановке. Спасал жизни раненых на фронтовой территории в Луганской Народной Республике. Это не первый выезд врача в зону спецоперации. В августе прошлого года он в течение двух недель оказывал помощь местным жителям и российским военнослужащим. Спустя год к специалисту присоединились его коллеги. Так и образовалась команда из восьми медиков. Все работают в нашем лечебном учреждении. Все поехали добровольно, в свое свободное время, в отпуск взяли, отпуск за свой счет, для того, чтобы поехать, поучаствовать, в том числе и поддержать эту идею. Работа в зоне спецоперации требует огромных моральных и физических усилий. Но Борис Евгеньевич справляется. С улыбкой рассказывает о том, что порой приходилось проводить по 20 операций в день. Среди пациентов много людей с огнестрельными и минно-взрывными ранениями. К ним требуется особый подход. Приходится излечивать не только телесную, но и душевную боль. Надо объяснить, что будет выполнена операция, ампутация, допустим. Другого варианта нет. И эта операция нужна для спасения его жизни. И он понимает, что операция в любом случае калечащая. Что он уже никогда не будет тем, которым он был, допустим, несколько часов назад. И от того, как ему объяснить, как, в общем-то, преподать. От этого, в общем-то, зависит и успех, и настрой самого пациента на выздоровление. Борис Евгеньевич Гуркин и медицина неразлучны уже 30 лет. Работа в горячих точках, тысячи спасенных жизней, сотни планерок с коллегами, множество наград за заслуги. С августа прошлого года врач-доброволец из Новочеркасска совершил 6 выездов за линию фронта и провел около 500 сложных операций. За бескорыстную помощь жителям новых территорий и российским бойцам Борис Гуркин номинирован на общественную премию «Народное признание». Маргарита Аликулова, Роман Беркалиев, Дон-24, Новочеркасск и Луганская Народная Республика. Детское здоровье в надежные руки. В Ростове продолжается строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий. Строительная готовность объекта 86%. Об этом главе региона доложил подрядчик. Василий Голубев побывал на стройплощадке с очередным инспекционным визитом. Здесь уже завершили монолитные работы, почти готов фасад и благоустройство территории. Сейчас рабочие штукатурят стены, монтируют внутренние инженерные системы, лифтовое оборудование и укладывают керамическую плитку. Добавим, что на объекте круглосуточно трудится 800 человек. Пока у нас все идет по плану. Есть некоторые нюансы, но они рабочие. И уверен абсолютно, что мы их отработаем частично в августе месяце, в ближайшее время. Задача завершения строительной части в текущем году. Параллельно идет монтаж оборудования. То есть мы видим, что и качество проведения работы сроки нашими партнерами выполняется. Сделано благоустройство, идет отделка, соответственно, все внутренние инженерные сети уже разведены. То есть объект уже подключен по постоянной схеме, по канализации, воде, тепловым сетям и по электричеству. Поэтому, как мы и обещали Васильевичу, строительные монтажные, все строительные монтажные работы к концу этого года будут на данном объекте завершены. Подрядчик заверил, что в конце 23-го года здание будет полностью готово для приема медицинского оборудования. К слову, закупка монтируемой медтехники начнется уже в этом году. Средства в областном бюджете предусмотрены. Начало жизненного пути. Важно, каким оно будет. Двух тройняшек одновременно выписали из областного перинатального центра. Как отметили в Донском правительстве, июль стал особенно урожайным на тройне. Как сейчас себя чувствуют мамы и малыши, узнала Татьяна Синицына. В семьях с Таценко и Гончаровым сразу тройное счастье. Детки уже окрепли, набрали веси, роженицы чувствуют себя хорошо. Значит, пора на выписку. Это эти булочки, это эти мамочки у нас. Варвара счастье материнства испытала в четвертый раз. Беременность протекала без осложнений. Детки родились нормальным весом и в срок. У нас еще есть дома трое деток. Два мальчика и девочка. Думали, еще девочку. Но, как говорится, у нас девчонки без охраны не ходят. Имена выбирал папа. Дочку назвали Аксинья, сыновей Руслана и Ярослав. А для Юлии это вторые роды. Тройня для семьи была полной неожиданностью. Малышей назвали Глеб, Семен и Илья. Моя беременность протекала хорошо. Мы не ожидали, что это будет тройня. Но были очень приятно удивлены, что это так. Изначально было два, а потом появился третий. На более позднем сроке мы это увидели. По словам медиков, мамы выполняли все предназначения врачей. Две разные беременности протекали по-разному. У одной мамы, Варвары, беременность протекала абсолютно благоприятно. Вторая тройня была разрешена практически через неделю после этой. Немножко раньше, в 33-34 недели. И там развилось осложнение беременности и выполнялось по экстренным показаниям кесарево сечение. Многодетные семьи и дальше будут находиться под опекой врачей и правительства области. Это, безусловно, очень важное событие не только для семей, которые сегодня встречают своих малышей, но и для всей здравоохранения Ростовской области. Это победа коллектива, перинатального центра. Добавим, что в этом году в Ростовской области родилось уже пять тройняшек. А вот в прошлом только три. Татьяна Синицына, Владимир Галуцкий, Дон-24, Ростов-на-Дону. Вы смотрите «Итоги недели» и вот о чем еще расскажем далее. Комфортными должны быть не только квартиры, но и вся инфраструктура. Я обещаю, что с каждым месяцем будет уже становиться интереснее и интереснее. Губернатор Василий Голубев посетил стройплощадки крупных проектов в Ростове-на-Дону. Шью для наших ребят в госпитале и на передовую множество необходимых вещей. Азовские активисты волонтерского движения «Рука помощи Донбассу» продолжают активно помогать фронту. Завершить жатву и увеличить портовые мощности. Две недели назад мы изучали мощности Вуздонецкого порта. Сейчас мы смотрим Волгодонской порт. Ростовская область держит первенство по экспорту сельхозпродукции. Грань между реализмом и импрессионизмом. Во всей стране открываются памятники, посвященные истории русской культуры. Донской скульптор Дмитрий Серебряков создает объемные работы со множеством элементов. Я рассчитывал, чтобы на золото, прям уверенно, чтобы... Ростовский каратист Данил Веричев завоевал высшие награды в личном и командном первенстве на летних играх сур-лимпийцев. Левый берег Дона уже давно не только чайки, пляжи и плесы. Здесь второй год идет масштабное строительство жилого комплекса. А застройка территории старого аэропорта началась на этой неделе. Александра Дурановская узнала, сколько новых домов и какая инфраструктура появится в южной столице. Левый берег Дона стремительно приобретает индустриальные черты. С 2021 года идет возведение жилого комплекса площадью свыше 40 гектаров. Масштаб сравним с территорией, расположенного рядом стадиона Ростов-Арена. До 1932 года здесь появится 13 многоквартирных домов. Первые уже ввели в эксплуатацию. В 1924 на территории построят детский сад, а еще через год школу. А за домами появится большая спортивная инфраструктура, теннисные корты, футбольное поле и даже велотрек. На премьере Левобережного мы действительно показали, что это не только жилье, не только охотная квартира, подъезды удобные, но и среда внутри квартала, подземная стоянка. Рядом хороший, прекрасный парк. Я вам обещаю, что с каждым месяцем он будет уже становиться интереснее и интереснее. Возлагают большие надежды и на застройку старого аэропорта. Проект небывалый по масштабам. Площадь почти 370 гектаров. Первые 9 жилых домов появятся уже в следующем году. Начало строительства положили сегодня. Один, два, три. Танцар. Спасибо вам. Это около полутора миллионов квадратных метров благоустроенного, комфортного, современного жилья. Здесь выйдет вся инфраструктура социальная. Это 5 школ, 10 детских садов, 2 парка, 14 бульваров. Донской край традиционно входит в число лучших регионов по вводу жилья во всей стране. В прошлом году этот показатель достиг исторического максимума – 2,7 миллионов квадратных метров. Планы на 23-й еще масштабнее, рассказал Василий Голубев, поздравив с профессиональным праздником донских строителей. За каждым домом, школой, детским садом, конечно, стоит человек. И в современном дне для строительных технологий главным в работе остается ваш профессионализм, ваша добросовестность и умение качественно делать свое дело. Сейчас в строительной отрасли на Дону занято 43 тысячи работников. Некоторые из них посвятили своему ремеслу всю жизнь. Скоро на пенсию, а мы еще строим, строим, строим. А еще строить и нашим детям и внукам достанется. Самая лучшая профессия, я считаю. Лучшим представителям строительной сферы губернатор вручил областные награды и поощрения. Александра Дурановская, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Военные строители тоже свое дело знают. За ними обеспечение военной инфраструктуры, оборонительных сооружений и коммуникаций. Каждое второе воскресенье августа по всей стране отмечают День военного строителя. В преддверии праздника более 40 человек удостоились знаков отличия за трудовую доблесть. Почтили и память тех, кто до наших дней не дожил. Хотел бы поздравить своих подчиненных, военных строителей, особую касту с этим знаменательным днем. Ну и вручить памятные подарки, поблагодарить за их самоотверженный, ратный труд. Сейчас на стройках более 7 тысяч рабочих. Этот процесс остановить и встретиться, ну невозможно практически. Есть только один день в году, когда это можно сделать. Вот для меня этот праздник. Святой практически. Отмечу, что военно-строительный комплекс по праву считается одной из самых эффективных, мощных и мобильных производственных структур, осуществляющих строительство объектов в интересах вооруженных сил России. А есть производство, где современные технологии бессильны, и только смекалка поможет решить задачу. Азовские волонтеры шьют и отправляют в военные госпитали подушки от пролежней, а недостаток наполнителя восполняют за счет набивки мягких игрушек. Чем еще помогают неравнодушные азовчане, узнала наша съемочная группа. Ровные машинные строчки и уверенные стежки вручную. Работа кипит. Настрой у мастериц – боевой. Второй раз для прочности, чтобы это все было очень ручно. Сколько между ними? Чуть-чуть, да? Нет, прямо в эту же строчку. А, прямо в эту же строчку. Мы ее укрепляем, делаем двойную. Азовские активисты волонтерского движения «Рука помощи Донбассу» в пошивочный цех пришли по зову сердца. Трудятся на шести промышленных машинках, кто-то работает на дому. Перед нами кипа заготовок и уже готовая продукция. Вот такой женский взвод, чье оружие, нитки, иголки и усердие, шьют для наших ребят в госпитале и на передовую множество необходимых вещей. Это маск-халаты, носилки, пятиточечники и нательное белье. Администратор швейного цеха Наталья признается – проблем хватает. Для того, чтобы волонтеры производили больше, необходимо просторное помещение и дополнительное оборудование. Сложности у нас, конечно, есть. Не хватает нам фурнитуры, тканей, не хватает нам рабочих рук. Нужна помощь предпринимателей, всех неравнодушных людей, которые могли бы нам помочь и финансово, и в приобретении той же ткани и фурнитуры. Например, для пошива антипролежневых кругов и косточек для госпиталя необходимо много наполнителя. И тут азовские активистки не растерялись. В ход пошли мягкие игрушки. У нас закончился синтепон. И тогда мы обратились к жителям Азова с просьбой, кто может пожертвовать свои любимые игрушки и подарить нам для того, чтобы наполнить подушки, косточки для госпиталя. Работы в цехе хватит на всех. Здесь рады любой помощи. Ведь, как говорят волонтеры, лишь объединив усилия, мы сможем помочь нашим бойцам приблизить победу, поддержать их в боевой дух. Татьяна Семицына, Алексей Покатило, Дон-24, Азов. Азовские швеи и донские хлеборобы – каждый старается делать работу качественно на своем участке. Пусть и масштабы этой работы разные. Зерноуборочная кампания на Дону еще не завершилась, а урожай уже превзошел все ожидания. Однако это требует разрешения проблем, связанных с логистикой и хранением сырья в портах, а в дальнейшем и транспортировки. Яна Панферова продолжит тему. Жатва подходит к завершению. Донские аграрии собрали более 13 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Хозяйствами региона обмолочено более 88% от общих уборочных площадей. Лидерами по урожаю признаны Куйбышевский и Мясниковский районы области. В этом году у нас получше. В прошлом году была сильная засуха. В этом году дождики помогли, но и одновременно помешали. Погодные условия при уборке были неблагоприятные. Уборка затянулась. Но, тем не менее, по качеству 1 миллион 800 исследовано, 82%. Это третий, четвертый класс. Вся пшеница соответствует ГОСТу. Часть собранного урожая отправится на экспорт, остальное – на внутренний рынок. Все это требует налаживания способов логистики. Уже сейчас мы понимаем, что с учетом того хорошего урожая, который мы собрали в Ростовской области, нам этой инфраструктуры не хватает. Мы обеспечим и свои потребности, и также мы готовы обеспечить потребности экспорта. Подчеркнем, что Ростовская область является лидером по экспорту сельхозпродукции в стране. В этом году было отгружено уже 17 миллионов тонн сельхозтоваров. Однако первенство накладывает экспортные обязательства перед зарубежными партнерами. Из этого возникает необходимость увеличения портовых мощностей. Две недели назад мы изучали мощности Уздонецкого порта. Сейчас мы смотрим Волгодонской порт, отгрузочные мощности. У порта есть планы по строительству приемных ямкостей дополнительных. По мнению первого замгубернатора, для осуществления таких масштабных планов потребуется региональная и федеральная поддержка. Правительство Ростовской области работает над этими важными для экономики страны проектами. Яна Панферова, Дон-24, Волгодонской район. Для многих книги нужны как хлеб и соль. Потребность читать хорошую литературу есть не только у жителей крупных городов и областных центров. В Слободе Кошары избу читальню превратили в современную модельную библиотеку. Ее удалось модернизировать в рамках национального проекта «Культура». С подробностями мои коллеги. Еще не было Кошарского района, а изба читальная уже была. В прошлом году библиотека отметила свой вековой юбилей. Благодаря выделенным деньгам из областного бюджета завершился долгожданный капитальный ремонт, после чего кошарцы приняли участие в национальном проекте «Культура». Сделали дизайн-проект и отправили его в Москву на федеральный конкурс. 1 сентября 2022 года мы были очень приятно удивлены, и когда на свою электронную почту мы получили письмо с Министерства Российской Федерации о том, что наша Слобода Кошары, наши две маленькие библиотеки, они стали победителями федерального конкурса. Сейчас районная библиотека – это современное пространство с мультимедийным информационным наполнением, новой мебелью и комнатами досуга. Здесь есть все как для взрослых от классической до научной литературы, так и детей – сказки, стихи и познавательные книги. Для наших Кошар – это новый глоток свежего воздуха, свежих идей. Я думаю, что наши дети будут счастливы. Мой сын ходит сюда в библиотеку постоянно, постоянный читатель увлекается. Я сама читаю с радостью и думаю, что это все нам только на благо. Кошарцы с гордостью отмечают, что теперь у них библиотека нового поколения. Люди постарше приходят не только почитать, но, например, и поиграть в шахматы. А малышей радует робот Борис, который разговаривает с посетителями. Да, я хожу в библиотеку. Мне нравятся некоторые книги, которые вам задают по школе. Я их тут хожу, читаю. Они очень интересные и познавательные. В библиотеке около 30 тысяч бумажных экземпляров, а также электронные книги. Для читателей это настоящий книжный рай. Первый заместитель губернатора Игорь Куськов отмечает, сегодня подобные учреждения должны быть точками притяжения для своих читателей. Довольны читатели. От детей самых маленьких, которые мы здесь увидели, им очень интересно, до взрослых людей, которые здесь играют в шахматы, общаются, проводят с пользой время. Поэтому событие очень важное, и программу эту мы будем продолжать. Всего же за пять лет в Ростовской области появилось 12 модульных библиотек. В планах до 2030 года создать еще 102 современных читальных пространства. Виктория Слепченко, Юрий Друзякин, Дон-24, Кашарский район. С книгой или налегке, на машине времени в 17 век. На валах Азовской крепости прошла реконструкция осадного сидения донских казаков 1641 года. В ней приняли участие более 200 реконструкторов со всей страны. За историческим сражением донцов с османским войском наблюдала Виктория Слепченко. Участники исторических клубов буквально перенесли зрителей в 17 век. В битве на стороне османа выступали наемники из Испании, Венеции, Швеции и Франции, а также воины народов, подданных Османской империи. Греки и сербы, валахи и венгры, арабы и албанцы. Ребята позвали на Азов. Вот снаряга, в принципе, уже была вся, и она как раз попала под период. А что вы на вас можете писать? Это миссюрка, шлем, ну как, тарелка железная с кольчужным плетением. Это юшман тоже. То есть по эпохе все на Османскую империю подходит. Завораживающие спецэффекты и постановочно ожесточенные бои реконструкторов хорошо отражают исторические события. Тогда сражались, как могли, всеми подручными средствами. Поливали врага кипятком, стреляли из лука, скидывали на неприятеля камни. И сколько бы османы не били из пушек по Азовской крепости, взять ее не удалось. Азовское сидение длилось 16 дней. Прямо сейчас завершается последний бой, в итоге которого казакам все-таки удастся взять Азов. Научились свистеть, как пушка, так как шуууу, бам, она взрывается. Прикольно все было. Без аспекта как в фильмах, очень главное. Фестиваль проходит 17-й раз. В этом году он посвящен доблести донских казаков. Азов, как город, должен славиться своей воинской историей, отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. В 2005 году впервые проходил этот фестиваль и занимался совершенно небольшие площади. Буквально вот на той стороне Валовта проходило на небольшом клочке земли. И уже сегодня мы проводим его на историческом месте. Это валы Азовской крепости. Осада Азова – одна из самых масштабных реконструкций в Ростовской области, которую с года в год посещают более 10 тысяч человек. И все участники и гости отмечают, что приедут снова. Виктория Слепченко, Роман Беркалиев, Дон-24, Азов. Реальные моменты из жизни, отображенные сначала на бумаге, и после превращаются в объемные фигуры со множеством деталей. Это грань между реализмом и импрессионизмом, с которой работает скульптор Дмитрий Серебряков. При этом все свои знания мастер передает ученикам. Дмитрий Серебряков начал заниматься лепкой в раннем детстве. Закончил художественную школу, далее училище имени Грекова, где за дипломную работу получил наивысшую оценку. Затем занятия в Академии архитектуры и искусств под руководством Сергея Олешни, заслуженного художника Российской Федерации. Дмитрий по сей день вдохновляется его работами и считает примером для подражания. «Основной преподаватель, с которым учил меня 6 лет, это Сергей Николаевич Олешни. И я пытаюсь его школу передавать дальше ученикам». Сейчас Дмитрий преподает ремесло лепки в одном из вузов Южной столицы и является авторитетом для своих студентов. «Он преподает у нас с первого курса, вот уже 5 лет он с нами занимается. У него очень крепкая школа академическая, он учился сам. У него большой творческий путь. Мы работаем вместе, то есть когда ты создаешь какой-то проект, можно всегда обратиться за консультацией к своим преподавателям. У меня недавно был установлен памятник в Артеке, посвященный Саманте Смит, буквально в этом месяце». Направление для своих работ Дмитрий определяет как грань между реализмом, то есть живой лепкой, и импрессионизмом. Для его скульптур характерны лирические, поэтические и одухотворенные образы. Но самое главное для Дмитрия – это отражение русской культуры в своих произведениях. «Мне очень было обидно, что зарубежная культура вытесняет нашу российскую. И приятно, что политика государства сейчас направлена на то, чтобы изменить эту ситуацию. По всей стране открываются памятники, посвященные истории русской культуры». Дмитрий награжден премией Министерства культуры России и губернаторской премией за творческий вклад и монументальную скульптуру. Сейчас он работает над новым проектом – памятной доской главе Нахичевани Минусу Балабанову. Весь этот опыт помогает ему успешно обучать своих учеников. Валерия Жукова, Роман Беркалиев, Дон-24, Новочеркасск. А герою следующего сюжета пришлось расстаться с музыкой на целый год, чтобы понять, что без нее он жить не может. И теперь ростовчанин Даниил Топольский собирает полные залы и популяризирует неоклассику. Данил уходил из музыки на год. Взял академ в колледже искусств, начал работать в общепите. Однако выдержать долгую разлуку с любовью всей своей жизнью музыкой не смог. Я помню то состояние, когда я выходил после 12-часового рабочего дня. Я вставлял наушники в уши, включал малера и понимал, что я самый счастливый человек. Это было ощущение, будто бы, знаете, обезвоженно мы дали глоток воды. Талант к музыке у Даниила проявился еще в детстве, когда родители отдали его сначала в детский кружок, потом в музыкальную школу. Уже тогда стало понятно, в музыке его ждет большое будущее, ведь за год проходил программу трех лет. При этом Даниил грезил о военной карьере, а когда понял, что по здоровью на службу не пройдет, начал готовиться к альтернативной – игре в военном оркестре. Переубедила будущего музыканта его учитель по фортепиано. Говорит, если ты не веришь мне, то поехали с тобой по области, и ты увидишь, как тебя встречают люди. И действительно, у нас началось такое турне из музыкальных конкурсов. Многочисленные победы в конкурсах убедили Даниила выбрать музыку как будущую профессию. Сейчас он основатель проекта, который популяризирует классику. Отдельное место в его просветительской деятельности занимает неоклассика. Музыкант проводит лекции о направлении, захватившем внимание слушателей во всем мире. Самым ярким бриллиантом в венце сентиментального минимализма, так называют неоклассику в профессиональных кругах, является композитор Людовика Инауди. Его музыка звучит во многих кинофильмах. В чем сила неоклассики? В простоте, в хорошем смысле этого слова. Это первоначальное состояние музыки, когда человек попадает в некую медитацию, в некое состояние транса. Донская публика, подхватив эту мировую тенденцию, тоже очень полюбила неоклассику. Музыкант делится. Такие концерты собирают не просто полные, а переполненные залы. Я давно слушаю неоклассику, потому что она часто звучит в различных культовых фильмах, и меня она сильно задевает. Более того, одна из музыкальных композиций, которую я услышала, сподвигла меня начать заниматься фортепианой. В планах молодого музыканта продолжать развивать свой проект, отворяя дверь в мир классической музыки всем желающим. Яна Панферова, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Продолжим выпуск. На территории старого аэропорта в Донской столице планируют построить центр по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Ракеэлян на пресс-конференции. Как еще будет развиваться спортивная инфраструктура в области в следующем материале. Новый универсальный манеж в училище Олимпийского резерва, где сейчас занимаются гандболистки Ростов-Дона, позволил закрыть на реконструкцию дворец спорта в Донской столице. На этом вопросе министр физической культуры и спорта региона Самвел Ракеэлян во время общения с журналистами делает акцент. На излюбленном спортсменами и жителями области крытом объекте уже закончен демонтаж. Провели экспертизу и усилили конструкции. Ремонт идет с опережением графика. По планам мы должны его ввести в конце 2025-го, но я так думаю, что мы его в первом полугодии 2025-го уже закончим. И наши гандболистки сезон 2025-2026 года начнут уже в новом дворце. В регионе на сегодня функционирует почти 11 тысяч спортивных объектов. За 9 лет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 646. Работа по улучшению инфраструктуры идет регулярно. Например, на территории старого аэропорта хотят возвести новый спорткомплекс с 9 залами, 25-метровым бассейном, местами для проживания и питания спортсменов. Объект планируют завершить в 2027 году. А в Новомихайловке у донских спортсменов скоро появится своя база. Она станет особой гордостью региона, отмечает Самвел Аркелян. Она не функционировала более 11 лет. Мы ее поэтапно восстанавливаем. Сегодня там уже восстанавливается 250 человек детей. И мы постепенно создали условия для питания, проживания. И сейчас постепенно начинаем восстанавливать и возводить новую спортивную инфраструктуру. В итоге там будет возведено 5 спортивных сооружений. В планах создать на этой базе центр подготовки для сборных команд Ростовской области под 20 видом спорта. 14 медалей завоевали донские спортсмены на первых летних играх сурдлимпийцев в Уфе. Обладателем двух высших наград в личном и командном первенстве в карате стал Данил Веричев. Виктор Леонтьев побывал на тренировке ростовского каратиста. Ради выступления на сурдлимпийских играх люди посвящают спорту свою жизнь. А чтобы выиграть золотые медали, не жалея себя, готовы на любые испытания. В этом году в Уфу приехали участники из более 30 стран. Среди тех, кто боролся за звание лучшего, ростовчанин Данил Веричев. Вот он отправляет своего соперника в очередной нокдаун. Подготовку Данил начал со сборов, где вместе с тренером изучал соперников и восстанавливался после травмы. Это и послужило дополнительным грузом, ведь последний раз каратист выступал в октябре на соревнованиях в Алуште. Но правильный настрой и четкая работа на ковре дали свой результат. Помимо золота в личном зачете у Данила первое место и с товарищами по национальной сборной. Наша команда там также преуспела в кумите. Я рассчитывал, чтобы на золото, прям уверенно, чтобы я специально для себя психологически был настроен, чтобы не поддаваться своему страху. Вот так вот поехал уверенно. Каратэ Данил уже 13 лет. В 7-летнем возрасте его привел в спорт старший брат. Тогда он и его тренер Заза Цулая начали путь к чемпионству. Как признается наставник, для победы на разных соревнованиях между тренером и бойцом должна быть особая химия. Дал задание, что он должен был победить не меньше 6 баллов. Разница должна была. И свою задачу он выполнил на высший уровень. Он четко, грамотно, все. Менялся поединки. Работа и сразу он перестраивался. Он смотрел на меня, слушал. Выполнил то, что я секундировал, подсказывал. Сейчас у Данила заслуженный отпуск перед очередными сборами, а затем уже международные соревнования. Виктор Леонтьев, Дмитрий Азорнин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. О том, какие еще события произошли на этой неделе в Южной столице, вы узнаете прямо сейчас. А у меня на этом все. В студии был Владимир Добритский. До встречи. Добрый день. Донская столица на связи. Главные события уходящих 7 дней в нашем недельном информационном обзоре. Глава администрации Ростова Алексей Лагвиненко начал рабочую неделю со встречи с героем России, младшим лейтенантом Алексеем Афанасьевым и его семьей. Награду уроженцу Ростова 2 августа в Кремле вручил президент страны Владимир Путин. Алексей удостоен высокого звания за выполнение боевой задачи во время специальной военной операции, в ходе которой и был ранен. Герой рассказал о своей службе и боевых буднях, о мужестве и стойкости товарищей. Отметил, что веру в свои силы придавала любовь и поддержка родных и близких. Теперь Алексей Афанасьев продолжит работу в тылу. В преддверии Дня строителя Алексей Лагвиненко поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником. Глава администрации Донской столицы вручил им заслуженные награды и от имени всех жителей поблагодарил за вклад в преображение Донской столицы. Он подчеркнул, что Ростов – город с историей, и все, что мы видим вокруг, создавалось руками архитекторов, инженеров, строителей, дизайнеров и проектировщиков. Они и сегодня продолжают развивать Донскую столицу. Глава отметил, что сейчас мы все вместе строим новый Ростов, реализуя самые смелые мечты горожан и закладывая фундамент для будущих поколений. У природы нет плохой погоды, поется в известной песне, однако это лето бьет все рекорды по количеству выпавших осадков. Вот и в четверг с самого утра нашим экстренным и коммунальным службам снова пришлось держать удар стихи. Городские службы очищали от наносного мусора ливневки, убирали упавшие деревья, откачивали воду с подтопленных территорий. Всего на телефон единой дежурной диспетчерской службы 112 поступило 22 обращения от граждан. Больше всего происшествий зарегистрировано в Первомайском районе. Тем временем ростовские школы уже готовы ко встрече учеников. Соответствующие акты, подписанные во всех образовательных учреждениях, отмечается рост числа обучающихся. За парты в этом году сядут почти 130 тысяч ребят. Тему обсудили на расширенном планерном совещании главы администрации Ростова. Выполнен текущий ремонт учреждений, они оснащены всем необходимым оборудованием. В этом году капитально отремонтированы 45-я гимназия, 10-я и 49-я школы. На финише ремонтной работы в школах 44, 70 и 104. Особое внимание уделили созданию безопасных и комфортных условий обучения антитеррористической защищенности школ. Определены цвета дня города в этом году в Ростове. В рамках подготовки к празднованию 274-й годовщины со дня основания Донской столицы разработаны бренд-бук и концепция комплексного оформления. Городское пространство оформляется в едином ключе, поэтому всем, кто захочет нести лепту в украшение Ростова ко дню города, а это могут быть как предприятия и организации, так и жители, рекомендуется придерживаться принятых стилистических решений. Вот такими новостями хотелось с вами сегодня поделиться. На этом у меня все, что принесут нам очередные будни. Узнаем в следующую субботу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин